Да? Мы запустили. Мотор. Мотор. Державного вова. Державного вова. Нет, 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 нет. Когда... Значит, смотрите. Я навстречу пожеланиям трудящихся, да? И в первую очередь меня любимого, да? Я буду разговаривать с вами на русском, да? Потому что, ну, проще. Это компенсируется тем, что ваша конспект лекции, которую я выложил, вон украинскую мову. А английская мову. Я сюда и пришел, да? Все. Значит, конспект лекции есть. Это именно конспект. Вот. Поэтому, ну, кто просмотрит и посчитает, что этот материал он весь знает, разрешаю не ходить. Вот это вы сейчас. Не, ну, что зря. Смотрите. Вы же знаете, я уже сказал это на первой паре, о том, что мы с вами заключили такое деловое партнерство, да? То есть вы хотите получить какие-то знания. Вот. Я хочу вам эти знания в меру своих сил, возможности рассказать, исходя из того практического и теоретического опыта, исследований, работы, которые у меня есть. Вот. Книг, которые позволяют изучить нашу дисциплину, очень много. То есть, если вы захотите то же самое получить, ну, скажем, самостоятельно, то это где-то, ну, вот столько точно. Вот. А некоторые вещи, которые я буду рассказывать, ну, их, в принципе, нет нигде. Поэтому, ну, как раз проходит экзамен, я тоже сказал. Делайте вывод. Считаете, что нет, то нет. Приведу пример Владимира Ульянова-Ленина. Вот. Которая в свое время читала лекции в Цюрихе, да? Дали нам позже всем дальше читать лекции в Цюрихе. Вот. Значит, на первую лекцию пришло 10 человек, на вторую пришел один человек. Но он был в восторге, потому что этого одного человека он убедил стать социал-демократом. Ну, если я, хоть кого-то из вас, так сказать, будет возможность убедить стать криптографом, то моя цель достигнута, в общем. Боюсь, что таких будет очень мало. Так. Итак, мы остановились на алгоритме проектирования комплексной системы защиты информации, да? Для распределенных систем, которые удовлетворяют стандарты ISO 74-98, да? Напоминаю, что это стандарт взаимосвязи открытых систем, да? И мы с вами сказали, что нашим базовым стандартом, на который мы будем опираться для того, чтобы понять, как построить наш алгоритм, это ISO 74-98, часть 2. Значит, сразу оговорюсь, что мы будем рассматривать системы АЭС класса 3, и еще одни системы, которые называются облачные. Как современные системы и как те системы, которые предваряли создание этих современных систем. Что такое АЭС класса 3, согласно нормативных документам наших? Напоминаю, это корпоративная система, которая имеет каналы связи с выходом за контролируемую территорию. Грубо говоря, это что? Это совокупность локальных вычислительных сетей. То есть, это не одна локальная вычислительная сеть, а совокупность. Значит, и что нам нужно сделать первым? Первый этап – это построение модели автоматизированной системы. Мы иногда будем употреблять этот термин или термин ИТС или ИКС. Все это соответствует одному и тому же. То есть, это просто информационно-вычислительная система, которая может называться как информационно-телекоммуникационная система, коммуникационная система. Но для нас это будет фактически синонимом. Те разницы, которые между ними есть, они несущественны. Итак, первое, что нам нужно сделать в этой системе, когда вы описываете любую модель компьютерной системы, что первое вы делаете? Выделяете. Что такое вообще модель? Мы говорили с вами, это некое описание реального объекта. Но такое описание, которое с одной стороны является более грубым, то есть, исключает те характеристики системы, которые нам не нужны. Например, для того, чтобы вычислить площадь вот этого прямоугольного стола, мы берем модель этого стола как прямоугольник. Я имею в виду площадь крышки. Нам абсолютно не важно, какой высоты этот стол. Нам абсолютно не важно, из чего он сделан. То есть, это огрубление, реальное огрубление объекта. Но то, все остальные свойства, нам просто не нужны. Поэтому есть такое правило, запомните, 70-30. Правило 70-30. Что такое правило 70-30? Оказывается, что при изучении того или иного объекта 70% его характеристик для математического моделирования не нужны. Как правило, нужны только 30% его свойств. С другой стороны, выделить эти 30% чрезвычайно сложно. Это правило, естественно, эмпирическое. То есть, не думайте, что это соблюдается, скажем так, ну, очень жестко и не ищите каких-то там причин. Это правило чисто из опыта. Так вот, эти 30% нужно выделить так, чтобы не выплеснуть вместе с водой и скупили ребенка. То есть, в эти 30% должны войти те свойства, которые нам нужны. Поэтому первое, что мы начинаем, это выделение функциональных задач систем или процессов. Сейчас очень модно везде в теории защиты, и мы с вами тоже вынуждены таким образом подходить, сейчас скажу почему, это связано с облачными системами, процессный подход, так называемый, процессный подход. То есть, где вся защита сводится к защите так называемых процессов, происходящих в системе. А именно представление системы отсюда значит, как некого конечного автомата. Как некого конечного автомата, переходящего из одного состояния в другое. Какая это главная модель, какие ее ограничения, буквально сейчас. Следующее, это исследование архитектуры построения. Вычислительная система. Как правило, все архитектуры тех систем, которые допускают описание 74-98, распределенные, распределенные системы. Архитектура построения у них похожа. А в принципе, моделью такой архитектуры является арограф. То есть, как правило, мы с вами будем рассматривать модели, основанные на арографе. Следующее. Выделение типовых процедур обработки информации. Простейшей из которых является то, что применяется в операционных системах R, V, X. Еще раз. Выделение типовых процедур обработки информации в системе. Дальше. Этап, который делается при любом аудите любой системы. Инвентаризация ресурсов. Очень тяжелый этап на практике выполняется чрезвычайно сложно. Почему? Потому что особенно для этих систем эти информационные ресурсы находятся в постоянном движении. То есть, фактически, вы делаете мгновенный срез и некоторое прогнозирование характера поведения. Как правило, полностью инвентаризировать ресурсы для более или менее системы с несколькими тысячами пользователей уже является невозможным. Уже является невозможным. Далее. И последнее, что мы здесь делаем, это определение ограничений функционирования. Как правило, эти ограничения следуют из нормативных документов. Второй этап алгоритма. Вот здесь мы формулируем все математические модели, которые нужны для нашей работы. Модель ценности информации. Мы с вами говорили в прошлый раз о модели ценности, да? Модель ценности информации. Уязвимости. Как строится модель уязвимости? Говорили? Отлично. Дальше. Модель нарушителя и угроз. Обо всем об этом мы говорили. Третий. Третий этап. Это анализ риска. Анализ риска. Самый важный этап, на котором часто определяется целесообразность вообще дальнейшей работы. Дело в том, что, как правило, вот эти модели, которые мы с вами стоим здесь, это модели статистические. То есть, на самом деле, сейчас мы посмотрим опять-таки, даже модель с полным перекрытием. Коротко, чтобы вывести общий показатель эффективности, от которого мы перейдем к стойкости, наконец-то этой системы. Даже для этого необходимо оценить вероятностную модель угроз и вероятностную модель защиты. Собственно говоря, и получить некое математическое ожидание величины возможного ущерба. Поэтому в результате анализа риска, сейчас это очень модный риск-ориентированный подход, мы получаем статистическую модель защиты систем. Для реальных моделей, систем построить такие статистические модели чрезвычайно сложно. Поэтому, как правило, запишите, применяют имитационные модели. Статистическая модель защищенности систем. Имитационные модели. Особенно хорошо распространено это для таких моделей, для таких программных систем, которые потом будут использоваться неоднократно. Например, для модели безопасности операционных систем. Помните, что такое имитационное моделирование? Нет. Не помните, да? Значит, имитационное моделирование, запишите, это когда объект в силу своей сложности представляется черным ящиком. Или в лучшем случае серым ящиком. То есть, известно что-то о его построении, что-то о его внутренних состояниях, но никак не все. Имитируется множество входных данных. И по полученным результатам оценивается адекватность этой имитационной модели. Подчеркиваю, что такое моделирование проводят только для специализированных систем, потому что процедура дорогостоящая и длительная. Или для тех систем, которые потом будут использоваться многократно, как элементы других систем. Еще раз. Что? Что? Результатом оценивается адекватность. Адекватность, да. Адекватность имитационной модели реальной системы. Четвертый этап. Значит, вот у нас фактически есть данные, смотрите, о системе, о противнике, да. И о той предполагаемой картине, которая может быть. Значит, и здесь важнейший этап разработка политики безопасности. Значит, что такое политика безопасности? Это документ, как во всех учебниках сказано. Но вопрос, что это за документ? А вот теперь, значит, обращаемся опять к нам, как людям, которые привыкли говорить не только о качественных характеристиках объекта, а о количественных характеристиках объекта. Значит, нам нужно на этом этапе, на основании анализа риска, уже получить некое число, да. Некую количественную характеристику, которая характеризует защищеных. Что это за число? Значит, здесь мы определяем цели безопасности. То есть, например, конфиденциальность, целостность, доступность. То есть, как правило, эти цели либо определяются нормативно, либо определяются здесь в качестве целей разработки нашей системы. Ну, так сказать, валютарист. Но, дальше, эти цели, как мы с вами знаем, понятие даже безопасности, оно относительно. Поэтому мы от этих целей накладываем некие ограничения, при которых эти цели достижимы. Это очень важно. Почему? Потому что здесь, фактически, закладывается алгоритм обеспечения безопасности информации, алгоритм тестирования состояния системы, к которым мы относим безопасности. И вот здесь самое интересное, что если неправильно выписать ограничения, то, например, в модели Харрисона таких состояний вообще может не быть. То есть, мы сегодня посмотрим, что не для всяких систем вообще существует алгоритм определения, в каком безопасном или небезопасном состоянии они находятся. То есть, вот здесь очень важно выписать ограничения, при котором существует алгоритм, существует алгоритм достижения цели безопасности. И на основании вот этого, наконец, формируется теорема о безопасности. Кто мне приведет пример таких теорем? Нет, 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 ну, че же. Ну? Берили, при... Не, 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 не. Вот кто мне приведет пример теоремы о безопасности? Вы неоднократно о них говорили. Может быть, кто он читал курс там по теоретическим основам защиты информации? Вот особенно в безопасности. Киргоф. Нет. Принцип Киргофа, это немножко не то. Это в криптографии, во-первых. Во-вторых, мы говорим пока об общей системе безопасности. Ну? Об оранжевой книге слышали что-нибудь? О красной книге слышали что-нибудь? О наших НДТЗИ слышали что-нибудь? Так вот это формулировки теорем безопасности. Вы поняли, да? То есть, вот те профили, которые заложены в вымоге или там требования, которые заложены в оранжевой книге, это формулировки теорем безопасности. Без доказательств. Даже до сегодняшнего времени большинство из доказательств этих теорем не являются открытой информацией. То есть, разработчики, вы знаете, кто оранжевая книга? Американцы до сих пор не раскрывают, так сказать, некоторые особенности доказательств этой теорем безопасности. Итак, ну, эту теорему мы должны сформулировать и отсюда получить, ну, для вот такой системы, профиль. Функциональный профиль безопасности. Функциональный профиль безопасности. А из этого профиля, когда мы сформулировали политику безопасности, да? То есть, общий документ, мы формулируем предметно ориентированные политики безопасности. Что такое предметно ориентированная политика безопасности? Кто подскажет? Ну, например, политика парольного доступа. Во-вторых, политика работы с электронной почтой. И так далее. Вы поняли, да? То есть, мы уже детализируем эту политику относительно наших функциональных задач, относительно нашей модели автоматизированной системы. И так, когда мы построили вот четвертый пункт, четвертый пункт, то фактически мы знаем, что делать. Что, но никак. То есть, вот здесь мы знаем, что делать, да? Отвечая на вопрос Чернышевского, да? Что делать? Теперь как? Это пятый. Это разработка стратегии безопасности. То есть, стратегия буржуи называют, а наши называют план реализации политики. План реализации политики безопасности. То есть, вот здесь, вот здесь мы с вами определяем еще одну вещь, которая очень важна для понимания роли криптосистемы. Здесь определяется уровень гарантии. Помните, что такое гарантии? Ну, включайте, включайте. Чисто теоретично разумеем, а я как это правильно спромвляю, не знаю. Это уверенность. Не, ну, мы не можем жить на 100%. Да. Ну, вот. Понятно. Это из этого математического... Все понимаем, но сказать не можем, да? Синдром собаки. Ну, да. Я хотел сказать, но не хотел вас обидеть. А как это вывести? Вот эту цифру из, например, тех самых процентов, что мы имеем уже? Вот. Вот этот уровень гарантии или по-модному, да, по-французски. Это assurance, да, или уровень доверия. Сейчас вообще вот этот вот термин, запомните, он приходит на смену security. То есть сейчас уже не говорят information security, а говорят information assurance. То есть доверие пользователя к тем услугам информационным, которые ему предоставляют, да? Они, может быть, не очень даже секретные, да, будут, да? То есть не очень безопасны, неправильно, безопасны. Но если пользователь им доверяет, да, и это доверие основано на чем-то, да? Например, банк говорит, ну, я гарантирую, что у меня все будет хорошо, да? Если у меня будет плохо, да, я вам... Хорошо? Что плохо, да? Это и есть безопасность, да? В принципе-то, да? Что есть безопасность, да? Что есть счастье, говорил кто? Там один из великих. Это хороший счет в банке, хороший желудок и хороший повар. Да, так говорили в конце пироте. Итак, и самый великий из французских гарантиев. Скажите мне кто. Итак, уровень доверия, уровень гарантии. Вот то, что вы спрашивали, он действительно только косвенно связан с анализом риска. Почему? Потому что считается и выводится он из того, насколько правильно выбраны механизмы и функции безопасности в соответствии с политикой, насколько они правильно реализованы, да? То есть, насколько мы доверяем реализации и на сколько они соблюдаются. Так. То есть, это колькосный показник окремый, окремый, так, АЛЕ ВИН не прямо вплывая и на загальный ревень безопасности системы. Итак, уровень гарантии. Он напрямую связан с стойкостью криптосистем. Почему? Потому что, когда мы говорим о том, что, например, каким-то механизмом, это шестой, это выбор функций, и вот тут впервые появляется наше слово механизм, и механизмом реализации функций защиты. Как выбираются функции и механизмы? Они, как правило, выбираются все еще в соответствии с СОСИМ 4.98.2. То есть, например, конфиденциальность мы будем обеспечивать механизмом шифрования. То есть, функцию конфиденциальности при обмене, например, КО определенного уровня, мы обеспечиваем механизмом шифрования. То есть, мы не фиксируем, какой этот именно механизм шифрования, какой алгоритм тут заложен, как он там функционирует, на каком принципе он построен, на принципах асимметричных или симметричных. Мы просто говорим механизм шифрования, и все понимают, что это такое. И вот отсюда и есть уровень гарантии. так и связана стойкость. То есть, мы предполагаем в нашей модели, что механизм шифрования является достаточно стойким для обеспечения нашей функции и нашего уровня гарантии. И вот вы видите, по какой цепочке все доходит до нашего главного показателя как величины возможного ущерба через вторичный анализ риска. Сейчас мы посмотрим и как на него влияет базово, я бы сказал, влияет стойкость криптографической системы и криптографических механизмов. Итак, дальше. Следующий уровень или следующий шаг, седьмой, да, следующий седьмой шаг, когда мы определили какие функции, какие механизмы. Это разработка ТЗ. Разработка ТЗ на КСЗИ, в рамках которой мы определяем, что мы будем реализовать организационными методами защиты, методы, которые являются как самостоятельными методами, так и теми, которые связуют все наши методы в единый организм, который согласованно работает. Второе, это те, которые реализуются техническими методами, с рекордами которых выделяются отдельно криптографические методы. и те методы, которые у нас в нормативных документах называются методы НСД, защиты от НСД. И наконец, инженерно-технические, к которым относятся методы инженерные, то есть охранная, охрана периметра, вся охрана периметра, физическая охрана и так далее. И ПМИН, методы защиты от ПМИН. Побочных электромагнитных излучений и наводок. Дальше мы восьмой этап реализация ТАЛИСЫ. И девятый этап опять анализ риска. Опять анализ риска. То есть мы посчитали априорный риск. Априорный риск. Запишите здесь аттестация системы. И посмотрели, что же получилось после реализации нашей системы защиты. и разница между этими двумя количественными показателями. И есть что еще одно очень важная вещь. Обоснование капиталовложений в систему защиты. То, что очень часто является камнем преткновения для всех безопасных. вы идете к директору компании и говорите мне нужна новая система защиты. Хочу съем новую. Или хочу новую только появилась проактивная система защиты у чекпоинта, которая позволяет предотвращать вирусные атаки. все это хорошо. Но скажи что я с этого буду иметь? Ну вот действительно. Все было хорошо. Все было хорошо. Но вроде ничего не теряли. Или он говорит даже не так. Слышишь а сколько я потеряю если мы ничего не будем делать? Вы говорите ну не знаю. Он говорит так ты скажи может быть я потеряю меньше чем сейчас я заплачу за этот несчастный чекпоинт. Классно да? Ну то есть это кстати один из методов тоже оценки количественной уровня защиты. То есть это так называемый ставим основной подход и обоснование как раз его придумали в принципе американцы как обоснование того а стоит ли вообще инвестировать в безопасность если вероятность на ущерб если средний ущерб у нас что меньше чем те инвестиции которые мы вкладываем безопасность то система является защищенной даже защищенной не говорят то есть потому что ну как вклад какой недостаток кто мне подскажет вот в таком подходе он совершенно нормальный количественный какой недостаток даже криптографию так обосновывают что не стоит ставить туда шифраторы потому что если станет противник известной информации то может быть перемена стоимости вот вот совершенно верно замечательно то есть очень сложно адекватно оценить ценность информации практически ни в одной системе все последствия нарушения целостности конфиденциальности доступности предсказать нельзя пример очень простой даже не вирус не петя о котором можно рассказывать отдельно целую лекцию даже можно рассказывать а например Black Energy да вот вроде бы казалось бы ну выйдет из строя там несколько систем управления на западной Украине электростанциями ну и что да а как потом оказалось ну и что да от человеческих жертв прямом смысле этого слова от того что оказались обесточены больницы и не было предусмотрено резервного питания да и до других последствий оказалось что это что это что поэтому применяется другой метод да вот когда мы в начале да на третьем этапе проанализировали риск и сейчас проанализировали риск да то происходит аттестация системы причем эта аттестация запишите она очень сильно отличается для госструктур и для коммерческих почему потому что согласно закона украина про информацию а ну державная структура державная служба специально за 100 запуск инфрации вот запомните что это не так вот как это не странно кажется это абсолютно не так тоже немножко про законодательство вы с Алексеем Михайловичем Фалем разбирали эти тонкости или еще нет значит есть закон Украины про информацию где вся информация делится на два больших класса это публичная информация и информация с обмеженным доступом ИЗО а вот этот ИЗО делится еще хитрее она делится на конфиденционную информацию яка не належит державе но есть ИЗО она мне належит вот она коммерческая моя таемница есть еще одна она мне належит створена за мои деньги так створена за гроши частного инвестора тому она належит частному инвестору и тоди ВИН вызначает обмежение доступа до НИИ понятно да и государственная информация есть еще еще одна информация которую никак не могут ее определили но она странная такая это персональные данные вот и все что с ними связано это отдельно опять можно говорить очень долго много и интересно вот но я к чему об этом заговорил да что вот так что належит державе да вот ее и она охраняется законом из-за что належит державе вот да за то что ее безопасность должна удовлетворять или должна быть построена в соответствии с некоторыми правилами которые определяет ДССИЗИ а вот теперь внимание но отвечает за безопасность информации руководитель организации не ДССИЗИ даже если вы прошли аттестацию вот здесь и сделали все в соответствии с ДССИЗИ требованиями да вся система вводится в эксплуатацию приказом начальника организации и он несет персональную ответственность за обеспечение безопасности государства вот это запомните это такой не очень логичный если с первого взгляда и очень логичный если со второго взгляда вот такой вот нюанс скажем и так мы получили некий количественный показатель да который как мы поняли очень сильно зависит от правильности реализации наших механизмов защиты то есть от стойкости криптосистем а теперь справедливо ли это все для облачных систем как вы думаете да не справедливо это ничего то есть весь этот алгоритм который у нас единственно опробован вот этот алгоритм я скажу он опробован на и государственных и не государственных системах вот реально вот этот алгоритм был применен например при нами при разработке системы ситуационного центра министра обороны ситуационного центра главы СБУ То есть вот это реально вот такой алгоритм, вот так их строим. Но, к сожалению, то, что сейчас произошло с информационными технологиями, убило этот алгоритм напрочь. То есть вот, можете теперь все зачеркнуть. Вот, сейчас об этом и наша речь. Конечно, конечно, почти есть, скажем так. Итак, что же изменилось принципиально вот в тех системах, которые мы называем облачки. Обратите внимание на наш первый алгоритм, хотя мы его и зачеркнули, но опыт мы должны были хоть какой-то получить. Значит, на первом этапе мы изучали систему. И самое главное, что мы смотрели в нашей системе, это была некая статичность ее по информационным ресурсам, по архитектуре. То есть мы могли явно выписать ее периметр. То есть пользователи каких-то каналов связи, какую-то технику и так далее. В облачных системах это сделать принципиально невозможно. Итак, давайте мы запишем, что такое облачные системы, потом перейдем к формальной модели. Одной и второй. Итак, значит, что такое облачные системы? Единого определения облачных систем до настоящего времени нет. Значит, общепринятое, которое приложил, так сказать, лапу и я немножко, значит, оно построено на базе определения НИСТа Соединенных Штатов Америки и характеризует облачную систему, которая выполняет три абсолютно разных по своему функционалу свойства. Первое. Пять особенностей обработки информации. Итак, первая группа функциональная. То есть облачными вычислительными системами называются такие системы, в которых существует пять определяющих особенностей обработки информации. Первое. Грид компьютинг. Или самообслуживание пользователей за запросом. То есть вы можете, вам предоставляют любые функции, именно любые здесь означает всеобщность, любые функции по обработке информации и по вычислению. Второе, связанное с первым, неразрывно. Эластичные вычисления. Эластик компьютер. То есть эластичные вычисления. Вот это самое ненормальное требование, которое почти всегда не выполняется, но все провайдеры говорят, да, что они выполняют это требование. Это предоставление, что такое эластичные вычисления, это предоставление вычислительных мощностей в том объеме, в котором они вам необходимы. Классно, да? Ну то есть можете попробовать в Амазон закинуть, например, типа, вот я хочу вычислить прикладную задачу, относящуюся к классу НП, да, за приемлемое время при нормальном размере. И они должны вам это предоставить. Конечно, не предоставят. Другое дело, что должны, да. То есть, в принципе, вы можете на разных уровнях обслуживания запросить любые вычислительные ресурсы. Вам их должны предоставить, ну, естественно, за разную плату, но должны в любом объеме. Более того, если у вас меняется требование к вычислительным ресурсам, да, то провайдер должен дать и больше. Третье. Единый пул вычислительных ресурсов любого типа. Единый пул вычислительных ресурсов любого типа, имеется в виду виртуальные машины, конечно, без учета их географических распоряжений, да. То есть в Африке вы можете потребовать вот нужные вам вычислительные ресурсы, да, и вам должны собрать, независимо, где они находятся, и предоставить нужную точку. Ну и, наконец, пятое. Первое. Эластичное учление. Второе. Единый пункт. Третье. А, да, да, четвертое. Это высокоскоростные мобильные сети. Высокоскоростные мобильные сети. То есть, вне зависимости от вашего расположения и достаточной производительности. Еще раз. Высокомобильные. Высокоскоростные сети. И пятое. Вот тут тоже характерная особенность для облачных вычислительных систем. Точно измеримые вычислительные ресурсы. Точно вычислимые вычислительные ресурсы. То есть, измеримые. То есть, вот вы с вас должны взять деньги ровно за то, что вы потребили. Не больше. Не потребляете ресурсов, деньги с вас не будут. То есть, это как вот минута, да, и секундная, поминутная и посекундная тарификация в мобильной связи. Понятно, да? Теперь, это то, что относится к функционалу облачных систем. Теперь, то, что относится к модели предоставления услуг. Вот вторая группа, которая характеризует, что это система облачная. Это модель предоставления услуг системы. По обработке. Не по доступу к ресурсам, а по обработке. Первая. Модели предоставления услуг пользователю по обработке информации. Первая. IaaS. Вторая. Paas. Paas. А вот здесь поставьте такую скобочку. Здесь может быть и db, а, вернее, db, a, a, s. Дальше. d, a, a, s. И поставьте в наготочку. Значит, итак, первая модель. Инфраструктура как сервис. То есть, здесь вам предоставляют просто, ну, почти в классическом понимании, виртуальную машину, да? Которая имитирует физическую, физические... То есть, фактически, вот это, это хостинг. Первое, это хостинг. Второе. Это платформа как сервис, да? Это когда вам уже предоставляют установленную, например, операционную систему, да? На которой вы вольны разворачивать все, что угодно. Ну и, наконец, реальное, то, что называют чаще всего облачными системами. Хотя и первое, и второе, и третье, это тоже облачные системы. Это software as a service. Software as a service. И вот software, вот тут самое разнообразное может быть. Это прикладные программы как сервис, да? Это может быть и DB, да? То есть, database. Это может быть и десктоп как сервис. И тогда десктоп как сервис, это что? Классическая виртуальная машина, да? С вынесенным терминалом, фактически, да? Здесь может быть все, что угодно. Любая прикладная программа как сервис. Это то, что касается их характеристики с точки зрения модели предоставления обработки информации. Ну и последняя, третья характеристика, которая их характеризует. Это несколько моделей предоставления ресурсов системы. Первое, это частное облако. Первое, это частное облако. То есть, когда предоставление доступа, модели доступа к ресурсам. То есть, вот такие три характеристики, да? Да, модели предоставления доступа к системе. Первое, это частное облако. Это такой себе вид облачных систем, можно их еще назвать технологические облачные системы. Это все находится у вас как интранет, да? Вот интранет, наиболее яркий аналог вот этой вот штуки, да? То есть, у вас все находится дома, да? Но построено по принципам, таким как будто, если вы берете эти ресурсы у провайдера. Понятно, да? Это вот частное облако. Все находится в рамках организации. В рамках, даже может быть, хостинга организации, да? Второе, это, опять-таки, вот тут уже два последних, три вернее последних моделей. Это уже классический облачный систем. Это общественное облако. То есть, ресурсы принадлежат некоторой организации, ну, сообществу. Дальше, третье, это публичное облако. Вот это самая характерная облачная система, когда ресурсы даются вам, вот, пользоваться, да? Провайдерам услуг. Это Амазон, да? Это классика, да? Это ажуры, это просто классика, да? И, наконец, последнее, гибридное облако. Да, и, наконец, последнее, это гибридное облако, которое, ну, вот, такое вот смесь этих подходов. Так вот, что плохо для нас, если вот посмотреть на модель этой системы, что плохо для нас? Плохо для нас следующее. Вот, теперь, если рассмотреть классическую математическую модель Харрисона Руза Ольмана, она очень просто формулируется. Итак, О. Множество обозначим объектов системы. С. Множество субъектов системы. Множество прав доступа субъектов к объекту. Например, на чтение, запись или собственность, или выполнение. То есть, объекты. Еще раз. О. Объекты. С. Субъекты. R права. R права. Ну, это классическая субъектно-объектная модель, да? Вот эти называются еще entity, да? Вот эти называются entity. Множество E. А вот это множество прав. Походим на перерывах, не знаю. А, понятно. Вот им все скроются в кутыре. Значит, M, да? Матрица доступа. Где M, да? M. M. Матрица доступа. Да. То есть, строки субъекты. Столбцы объекта. Для нас что важно? Для нас важно то, что в результате, вот когда система описывается вот в таком, вот в таком, это называется модель Харрисона-Руза-Ульмана. Она описывается, вводятся еще некие операторы, да? Перехода системы из одного состояния в другое, например, оператор Альфа. И вот этот переход, он описывается вот таким образом. Переход Альфа-Кью-штрих. Да? Где Кью это у нас СОМ, а это некая С-штрих, О-штрих, М-штрих. Значит, здесь же вводится понятие, нам оно не нужно, мы сейчас, я объясню, зачем мы это сейчас вспоминаем. Вводится понятие утечки права, вводится понятие начального состояния, опять-таки, Кью-ноль, да? Вот как некое состояние вот этого вот СОМ. И вводится понятие безопасности следующим образом. Следующим образом. Ну, давайте все-таки введем это понятие, я напомню вам. Понятие утечки. Обратите внимание, что это самый простой случай, да? Потому что здесь права это R, V, X, O. Итак, будем считать, что утечка права R, принадлежащего R, в результате выполнения команды С, возможно, если при переходе к состоянию Кью-штрих, выполняется примитивный оператор С, который вносит R к элементу матрицы доступа M. К элементу матрицы доступа M. При этом R не принадлежит M, и R принадлежит M-штрих. Так вот, начальное состояние Кью-нулевое будет безопасным относительно некоторого права R, если переход в любое из состояний Кью еще раз, где закончили? А, да, понятно. Значит, Кью-нулевое называется безопасным, если для некоторых относительно некоторого права R, естественно, если невозможным является невозможным переход в такое состояние Кью или при всех состояниях Кью-штрих, при котором не мог возникнуть утечка права R, при котором не может возникнуть утечка права R. И вот то, что нам нужно. Для такой введенной формальной модели существует две теоремы. Первая теорема, теорема 1. Существует алгоритм А такой, что проверяет на входе Кью-нулевое является ли оно безопасным для некоторого права R. если каждую команду выполняет только примитивный оператор C. Ну, такие системы еще называют монооперационными. То есть, если у нас только переход от состояния в состояние осуществляется с помощью монооператора C, то существует такой алгоритм, который для некоторого выбранного Кью-нулевого проверяет, является безопасным для права R. Теорема 2. или теорема Харрис Задача проверки безопасности Задача проверки безопасности произвольных состояний, то есть, когда мы не накладываем никаких ограничений до Кью-нулевого произвольных состояний является алгоритмично неразрешимой. То есть, не существует такого алгоритма, что для всех произвольных состояний Кью-нулевого проверяют, является ли оно безопасным состоянием. То есть, смотрите, в чем ужас ситуации. что даже для той модели, которую мы рассмотрели, для которой построили очень стройный алгоритм построения комплексной системы защиты информации, не существует в общем смысле алгоритма, который даже будет показывать, что при произвольной начальном состоянии когда-нибудь перейдет ли система в опасное состояние, то есть, в состояние утечки. Подчеркиваю, это только для одного показателя свойства информации конфиденциальности раз, и второе, самое неприятное для нас, для множества объектов S и для множества объектов O. Что у нас нарушается в облачной системе? объекты S и O становятся какими? То есть, множество S и O становятся нечеткими. Запишите, что в силу того, что облачные системы, если брать модель Харрисона, безопасных состояний Харрисона, множество множества S и O являются нечеткими множествами, нечеткими множествами, то есть, вот эти все теоремы являются обобщением, вернее, не теоремы являются обобщением, а пространство безопасных состояний Харрисона является частным случаем всего лишь облачных систем, то все недостатки справедливые для этой модели, а именно невозможность построения гарантированной системы защиты в общем случае. Да. Откуда? Для модели. Невозможность построения. Невозможность построения для модели Харрисона, для систем, которая описывается моделью Харрисона, систем безопасности для произвольной системы, то есть, без наложения ограничений на нее, будь яких. Для облачной системы, так, еще раз, давайте сначала, Самое важное. Самое. Откуда? В силу того, что облачная система является обобщением облачной системы, в силу того, что в облачной системе S и O являются нечеткими множествами, то все недостатки справедливые для модели Харрисона, классических систем, справедливые также для облачных систем, однако, однако, дополнительно, для облачных систем, дополнительно, для облачных систем появляются новые характеристики убеждения. То есть, теоремы 1 и 2 справедливы для частного случая облачной системы. для частного случая облачной системы. Теперь, что это значит, грубо говоря, да? Что весь этот алгоритм, да, который мы оценивали, и вот как дальше, согласно моделям пол, с полным перекрытием, строится безопасность. еще не закончили? Нет, уже точно закончили, да? Как строится безопасность для вот таких систем, которые описываются моделью ХАИС? Вот у нас есть объект, да? Вот у нас есть субъект, вот у нас есть доступ. Модель с полным перекрытием предполагает, что на каждой дуге ориентированного графа СИ существует еще вершина ЗИ, которая характеризует средства защиты. Естественно, если мы описываем СИ-ОИ СИ здесь является нашим любым субъектом, то есть это возможно и несанкционированным доступом, то модель с полным перекрытием предполагает нейтрализацию или существенное понижение вероятности такого доступа, если на пути С1 КО1 находится З. Но опять-таки это модель характерна, когда нам точно известно множество С и О. Чего неизвестно для области, вернее, для облачных систем. Для облачных систем. Как в этом случае строить систему защиты? защиты? в этом случае строить нашу систему защиты? облачных не буду отдельно, если мы потом успеем, мы посмотрим, как строятся еще интересные модели оценок уровней безопасности облачных систем разные. а сейчас я вам дам просто алгоритм для облачных систем. Продолжение следует... Продолжение следует...